Режиссер постарался максимально встроить классику в современность. Для ускорения динамики Дмитрий Акриш сократил количество действующих лиц, сохранив сюжетную линию. Поэтому действие получилось незатянутым, хотя пьесы изобилуют длинными монологами. Продолжительность спектакля – час пятьдесят минут. Это, конечно, спектакль про одиночество, про тех людей, которым за тридцать. И мы начинаем понимать, какие страхи у этого человека, почему он так себя ведет, что ему мешает создать семью, какие страхи, какие обстоятельства, кто ставит палки в колеса, где конфликт, потому что я считаю, что он внутренний. Режиссерской находкой и уже отличительной чертой авторского стиля можно назвать практически полное отсутствие декорации. Действие происходит на площадке, представляющей пустую залу, ограниченную с трех сторон декоративными стенами, за которые перенесены все бытовые сцены. Вы в пространстве этого спектакля – это не отсутствие декорации. Мне кажется, я все-таки опору ставил на работу с артистами. То, что, мне кажется, в современной режиссуре очень отсутствует сейчас, и это большая боль для артистов. Тогда, когда с ними режиссур не работает. Работать детально, работать, как вам сказать, этюдным методом, брать, взять время и давать время артисту, чтобы он пробовал, узнавал себя, узнавать, как вам сказать, все свои диапазоны и насколько он, на что он способен, наверное. Отсутствие декораций позволило артистам быть как бы наедине со зрителем, максимально обнажив нравственные страдания своих героев. Он не понимает, как лучше сделать так, чтобы никому не мешать. Необходимо, чтобы его оставили в покое, Иван. Мне его жалко. Мне его жалко, вот реально жалко, потому что всем что-то от него нужно. И пытается он как бы освободить всех от себя. Ну, вот хорошо, вот, пожалуйста, раз что-то изменится, они найдут какого-то другого, какого-то другого персонажа. Того же самого Боркина или кого-то там, не знаю, любого другого. Любого другого, какого там живых, кто в селе там деревнивает. Вот. Жалко. Реально жалко, потому что человек, который, ну, он их просит отстать, не отстает. Оригинален и непредсказуем финал спектакля. Текст Чехова не изменен. По словам режиссера, менять гениальный оригинал, необходимости не было никакой. Но вот традиционного поклона и выхода артистов зритель не дождется. Почему? Стоит сходить в театр и убедиться самим в убедительности постановки. Спектакль сложный, надрывный и равнодушным не оставит никого. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Продолжение следует...